Так, сегодня мы прям бурно погружаемся в ООП, прям вот, да, прям, так сказать, врываемся, в общем, полностью, не помню, какая правильная фраза. Вот, но сначала мы поговорим про друзей. Мы в прошлый раз закончили на, извиняюсь, мы в прошлый раз закончили на пункте программы модификаторы доступа и поговорили про private и паблик. Вот, ну, я все вроде сказал, что надо было про это. Я, кстати, хочу обратить внимание, вот кто конспектировал, он неправильно законспектировал там. Структуры и классы отличаются не тем, что в структурах нельзя делать модификаторы доступа, а просто лишь тем, что в структурах, если не написать модификатор, то будет паблик. Модификаторы доступа можно и там, и там делать. Вот, в классе все по умолчанию private, в структуре все по умолчанию паблик. Ну, понятно, как это все работает. И последнее, о чем осталось, о чем мы не успели поговорить, это друзья. Protected мы потом обсудим, потому что для этого надо наследование знать, пока мы про Protected не говорим. Друзья, что такое друзья? Это такие функции или классы, которые хоть и не являются членами данного класса, тем не менее им разрешен доступ к приватной части данного класса. Вот, ну, по определению, если это не член класса, значит, это должна быть какая-то внешняя функция. Вот, например, у меня может быть какая-нибудь функция, так, какой-то у меня класс нехороший, давайте я его сделаю поприятнее. Ну, давайте у меня просто будет обычный int. Вот. И, допустим, я хочу какую-нибудь внешнюю функцию void g, которая принимает, ну, тоже, допустим, int и, значит, выводит x плюс y плюс 1. А, она принимает не просто int, она принимает объект класса c. Ну, поскольку у меня класс очень маленький, можно мне его и не по константной ссылке, а по значению принимать, он всего-то 1 int весит. Вот, принимает, значит, c и выводит c.x плюс y плюс 1. Ну, вот так вот. Понятно, что это сейчас не скомпилируется, потому что c.x это приватное поле. Значит, 3, 2, private, cpp. Ну, вот. Понятно, что это не компилируется, несмотря на то, что я функцию не вызываю. Все равно код не компилируется, потому что некорректное обращение. Но я могу захотеть какую-то функцию объявить другом, то есть разрешить ей доступ к приватным полям и методам, несмотря на то, что она не член класса. Для этого я должен внутри класса написать объявление этой функции, предварив его слово friend. Вот я должен в любом месте внутри класса, неважно в private или в public секции, в начале или в конце, вообще неважно где. Ну, по код стайлу лучше, наверное, это делать в начале. Ну, без разницы на самом деле. Это зависит от того, как удобнее читать. Тут нет каких-то строгих рекомендаций. В общем, я говорю friend. Friend это специальное ключевое слово. Еще одно. А дальше я пишу объявление этой функции. Friend void g от c, int. Вот. Я объявил функцию g сейчас внутри класса c. Но я ее объявил не как член класса, а как внешнюю функцию, являющуюся другом для данного класса. А если вы ее правите, объявили для нас то же самое? Это неважно вообще. В каком именно месте класса объявить, неважно. Вот. Главное, что внутри класса. Соответственно, теперь это компилируется. Я мог бы эту функцию прям тут и определить, кстати говоря. Вот. Это довольно такой тонкий технический момент. Ну, просто формально, когда я объявляю friend, я делаю объявление функции. Но мне грамматика языка не запрещает в этом же месте сделать и определение. И если я так напишу, получится, что я, хоть я и в классе нахожусь, я, тем не менее, определил внешнюю функцию, а не метод класса. Вот. И таким образом вот это будет redefinition. Вот. То есть написав friend, я могу сразу и определение написать. Но я вам не рекомендую так делать. Это вводит в заблуждение. Читателя лучше объявляйте внутри, а объявляйте вне, чтобы у людей не возникало иллюзий. Ну, просто эта функция, она реально глобальная. Несмотря на то, что в классе объявлено сейчас. Как работает friend? Это просто слово, которое говорит компилятору. Запомни, что есть такая функция, и когда ты увидишь определение этой функции, знай, что на нее не распространяются правила, обращение к приватным полям данного класса запрещено. Просто компилятор, если где-то ниже увидит определение этой функции, вот именно с такой сигнатурой, с названием G, принимаем аргументами такими и возвращаем типу void, то он поймет, что ей можно обращаться к приватным полям. И метод. Можно объявить другом целый класс. Если у меня есть, не знаю, какой-то еще класс, я могу написать friend-класс cc или friend-struct. Это будет означать, что все методы этого класса являются друзьями для данного класса. То есть из любого метода того класса обращение к любому приватному полю или методу этого класса будет разрешено. Если мы объявили функцию или класс off-random, то определение функции должно быть после класса или может быть туда? Да, оно должно быть после класса. Если бы оно было до, то это бы не работало. Давайте проверим. Я не на 100% уверен, но по-моему это так должно быть. Там еще надо убрать определение внутри класса. Определение внутри класса я убрал. Да, мне нужен forward declaration самого класса, потому что... Да, ничего не выйдет. К сожалению... Да, есть проблемка. Понимаете, какая проблемка, кстати? Это, кстати, отличный вопрос на понимание вообще классов. Да, дело в том, что тут проблема более фундаментальная. Я не могу эту функцию определить до самого класса, потому что пока класс не определен, не определены его поля, значит я не могу... Ну то есть вопрос на самом деле бессмысленный. Просто если функция твоя реально обращается к полям класса, то она уж точно должна быть определена после того, как определен класс, иначе просто сами поля класса не будут определены. Поэтому кажется, что в любом случае определять френд до класса не получится. То есть по этой же причине нельзя сделать два класса, которые будут друзьями друг друга? Два класса, которые будут друзьями друг друга... По этой же причине? Сделать можно. Почему? Да, ты можешь объявить классы, ты можешь объявить один класс, объявить другой класс, а потом определить его методы. Вот определение класса не обязательно включает в себя определение методов. Определить класс ты можешь, лишь объявив его методы, а дальше уже определять методы отдельно. Все поля ты должен объявить сразу. Все поля ты должен объявить сразу, да. И все внутренние, не только поля, юзинги все, внутренние классы и так далее. Вот, friend это не симметричное отношение. Если я кого-то объявил своим другом, это не значит, что он, что я сразу друг для него. Если вы в классе C написали friend класс cc, то это не значит, что вы для него другом стали, это значит только что он для вас. То есть нужно и там, и там прописывать. И оно нетранзитивно, то есть если написал A друг B, A B друг C, это не значит, что A друг C. Нужно явно прописывать, вот каждое ребро в этом графе ориентированное, нужно явно прописывать, что вы друзья. Как это вообще делать? Чё, как делать? У них же у каждого будут инфы из этих классов. Чего для каждого? Вот у нас есть классы A, B, C. Мы хотим в классе A написать, что friend класс B, friend класс C. В классе B хотим написать friend класс A, friend класс C. Да, да, и так далее. А у нас не получится, что у нас класс A объявлен дважды, трижды и класс B объявлен трижды? Объявить можно что угодно, сколько угодно раз, я напоминаю. Вот определить можно только один раз. А через это можно? Нет, кажется. Или можно типа из A в B, из B в C, и это значит, что из A? Нет, я же только что сказал, что транзитивности тоже нет. Вот, теперь главная вещь, которую надо знать про дружбу. Это плохо. Это плохой код стайл. Не пишите так, пожалуйста. Я уже посмотрел на некоторые ваши посылки string и загрустил. Вот, многие из вас используют слово friend для методов, которые на самом деле не нуждаются ни в каких приватных полях. Вот, слово friend это примерно как reinterpret cast. Его нужно использовать, когда вот не в моготу, ну когда вот не в терпеже, не знаю, когда, короче, какая-то экстренная ситуация. Не надо делать френдами все подряд. Если вам, если у вас слишком много методов требует доступ к приватным полям, точнее так, если у вас слишком много функций внешних, которым нужен доступ к приватным полям вашего класса, то вам нужно подумать о том, что у вас класс плохо спроектирован. Значит, наверное, они должны быть неприватными. Или вам нужно написать функции getter, которые дают эти поля получить для внешних функций. А если у вас просто функция, которая не использует никакие приватные поля и методы, то не надо ее френдом называть. Вот у вас в классе string, например, который, первая задача, у вас есть несколько функций, которые, внешние функции, например, operator plus для строк. И он же не использует никакие поля, на самом деле, приватные. Он реализуется только через публичный интерфейс. Так не надо его френдом делать. Короче, не надо делать френдом то, что реально не нуждается в доступе к приватным полям, это первое. А второе, если у вас слишком много реально чуваков нуждаются в доступе к приватным полям, то переосмыслите, что у вас приватное. Потому что, видимо, вы плохо спроектировали. Вот. Слово френд это такое исключение. Вот когда у вас, вот, примерно как консткаст, когда у вас написано константа, но вам нужно нарушить константность. Иногда это можно с помощью слова консткаст. Там, или там, как слово mutable есть еще, когда у вас там тоже надо нарушить константность. Или как слово reinterpret cast. Короче, когда вам нужно нарушить правила языка, у вас есть способ для этого. Это вот слово френд. Но это не должно быть в порядке вещей, что вы френд всегда пишете. И к нему надо относиться вот как к reinterpret cast примерно. Это примерно настолько же редко должно встречаться у вас. С помощью френдов можно довольно странных эффектов добиваться, если в правильном порядке френды объявить и кое-что там дополнительно понаписать. Ну, я, наверное, сейчас не буду про это говорить, да не, наверное, а точно. Ну, короче, это такой спойлер на самый конец учебного года. В общем, иногда использование слова френд приводит к таким эффектам, что невозможно просто об этом догадаться. Не знаю, надо премию человеку выдать какую-нибудь большую за то, что он открыл такое явление. Ну, ладно. Короче, используйте френд пореже. Так, что еще про френд мне надо сказать? Давайте я вот что теперь скажу. Вот у меня есть такие два заготовленных файла. Давайте сначала посмотрим вот на этот. А сейчас я вам покажу два примера вопроса на понимание приватности. Вот, посмотрите на этот код и ответьте на вопрос. Это будет ошибка компиляции или все нормально и выведется один? Это вопрос, это тест на понимание вами приватности в C++. Значит, я даю некоторое время подумать, не знаю, полминуты, но в принципе я уже могу опрос запилить. Значит, кто считает, что будет ошибка компиляции? Кто считает, что все окей, выведется один? Кто считает, что что-то иное, я не знаю, неопределенное поведение, например? Есть такие? Зря не поднимаете руки, я иногда задаю вопросы с подвохом. Может быть и так. А кто воздержался? Ну, большинство отгадало, да. Выведется один, все нормально. Никакого нарушения приватности тут нет. Тот факт, что класс inner является приватным запрещает мне лишь называть его имя в мейне. Тот, кого нельзя называть. Да, тот, кого нельзя называть. Не знаю, можно... Класс Волдеморт, да. Ну да, когда я имею объект того класса, вот функция f возвращает мне объект класса inner. Но тип этого класса для меня приватный. Это значит, что если бы я попытался объявить переменную такого типа, у меня была бы ошибка компиляции в момент, когда бы я назвал это слово inner. Вот приватность запрещает мне именно называть это поле, этот метод, эту переменную. Вот обращаться к ним запрещает. Но если я уже имею этот объект, не называя его тип, то дальше вот эти правила приватности на меня никак не влияют. Дальше имеет значение то, какие правила приватности уже здесь. Запрещать только на трифункции или глобальные? Чего-чего? Глобальные, две классы, я не могу сказать. Ну, можно создать, наверное, нельзя называть слово inner. Вот неправильная постановка вопроса. Можно ли, если тип приватный, можно ли, что значит, нельзя его создать? Нет. Нельзя, конечно. Только в членах класса можно. Если мы напишем авто, что-то там равно... Да, пожалуйста, если ты авто напишешь, все сработает. Тебе нельзя называть именно слово inner. Вот обращаться к нему нельзя. А если у тебя как-то получилось его создать, то, пожалуйста, пользуйся. Чего? Да-да-да, если у тебя уже есть объект класса inner, ты запросто можешь с ним все делать. У него публичные, приватные методы, как обычно, все, пользуйся. Но главное, что ты не можешь сам тип назвать inner. Вот. И второй вопрос на понимание приватности. Вот какой. Ой, а что я назвал? Friends overloading. Private overloading надо было назвать. Ну да ладно. Вот давайте посмотрим на такой код. И тут, на самом деле, два вопроса. Давайте сначала подумаем над первым. Ну, не может быть, что в этом целях, а теперь можно... Так. Давайте посмотрим на первый, на вот этот пример. У меня есть две функции. Одна от int, другая от float. Но от int приватная, а от float публичная. И я вызываюсь от int. Что будет? Значит, кто считает, что будет ошибка компиляции? Кто считает, что все окей и выведется два? Кто считает что-нибудь другое, например, ub? Кто воздержался? Ну, да, я этот опрос провожу уже не первый год. И на этот вопрос люди в среднем отвечают неправильно, вы не исключение. Значит, это контринтуитивная ситуация. Вот. И ваша задача поработать над собой так, чтобы для вас это стало интуитивным. А что будет? ЦЕ. Один будет. Будет ЦЕ. Ой, ЦЕ ор два, господи. Тут неправильно, не один, конечно, а два имелось в виду. Будет ошибка компиляции. Да. Не, ну, надо... Может понять из того, что если мы определим в классе cFriend, то и пытаемся из него что-то такое вызвать, мы умрем. Потому что он видит оба... Не понимаю. Чего еще раз? Если мы реально имеем в виду класса, который видит что-то, что видит обе функции, то очевидно мы не можем такое делать. Просто я буду понять почему. Не понятно, почему. Как непонятно. Как непонятно. Перегрузка между ними, это понятно. Нужно выбрать версию от int. Но версия от int приватная. У нас остается версия от float, казалось бы. Если бы они обе были публичные, то, конечно, вывелось бы один. Нет, если бы не было приватного. Если бы не было... Если бы была только от float, ну, конечно, вывелось бы два. Сделался бы неявный каст. Ошибка компиляции нарушения приватности. Вот. Это контринтуитивно для всех в первый раз. Но вот сейчас я попробую вам аргументировать, что именно так и должно это работать, иначе было бы плохо. Смысл приватности в том, чтобы вы случайно не вызвали то, что нельзя вызывать. Понимаете? Ведь приватность нужна не для того, чтобы запретить вам все сломать. Ну, то есть, приватность нужна не для того, чтобы защититься от злоумышленника. Если вы хотите вызвать EFATINT, вы все равно сможете это сделать, сделав реинтерпрет каст и что-то там такое. Но смысл приватности не в том, чтобы защититься от злоумышленников, хакеров и так далее, а в том, чтобы вы случайно, используя этот класс, не обратились к тому, к чему вам не стоит обращаться по задумке автора. И в этом смысле это правильное логичное поведение. Если автор этого класса сказал, вот когда он написал private void EFATINT, он сказал следующее. Если кто-то пытается вызвать EFATINT, он не прав. Не надо так делать. А вот от float можно. И это нормальная ситуация. Такое часто бывает. Вы хотите запретить создавать, допустим, ваш класс от чего-то. Вы говорите, там, конструктор от такого-то запрещен. Или вызвав такой-то функции, вызвав такого-то мета с такими-то аргументами запрещен. А вот с такими можно. Если бы у вас неявная конверсия и здесь происходила, несмотря на приватность, то означало бы, что вот это private, оно не помогает вообще почти ничему. То есть вы запретили себе вызываться как бы от INT, но вместо этого вы попали в какую-то другую штуку, которая делает что-то другое. Но это странно. Надпись private означает, что нужно вам сообщить, что вы неправы, а не молча перенаправить вас в другое место, как будто все нормально. Поэтому логично, что так. Вот. И... Вам кажется логичным это или нет теперь? Или я не убедил вас? Есть ощущение, что это какой-то еще один костыль, что мы такие типа... Нет, вот я как раз хочу сказать, что это не костыль. Вот как раз это логичное поведение, если задуматься. Нет, ну в смысле да. То есть мы такие типа... Я не хотел, чтобы пользователь вызывал F от INT. Да. Вот F от FLOW-то можно. Да. Да. Что я сделаю? Ну давайте определим фиктивную F от INT в private. Да. Так до C++11 и делалось, пока не было равно DELETE. С помощью private можно было запрещать вызовы методов. Представьте, что вы хотите, допустим, чтобы ваш класс умел работать с... Не знаю... Со std string, но с ксишными строками не хотели бы, чтобы он умел работать. К примеру. Вот вы определили какой-то функционал для std string, а для консчар звездочек сказали равно private. Если человек вызывается от консчар звездочка, что должно произойти? Ну, наверное, вы хотели бы, чтобы ему сказали, нельзя вызываться от консчар звездочек, потому что автор задумал, что нельзя. Если хочешь вызваться от другого, напиши это явно. Если мы private только объявим неопределим функцию. Что значит private только объявим? Ну, а какая разница-то? Он тоже. А какая разница? А где определим потом? Можно не определять. CE все равно. Супер. Компиляция идет до линковки. Когда ты... Ну, в стадии следующей. Сначала выбор версии перегрузки, потом проверка доступа, потом еще много чего, компиляция заканчивается. Дальше уже линковка поиск определений функций. Поэтому на стадии выбора версии ты попадешь в эту, и на стадии проверки доступа в пределах компиляции ты получишь CE. Давайте второй пример. Как вы думаете, что будет тут? Что за вопрос был? Вопрос был. Можете считать, что это по таким стадиям? Да, именно по таким стадиям. Ну вот, я уже заспойлерил ответ на этот вопрос. Ну да. Что будет? Ну, из Е не один может. Да, я неправильно... Да, надо было два. Тогда два. Кто считает, что CE? Кто считает, что все окей, выведется два? Да вы что? Прикалываетесь, что ли? Конечно, CE. Это же дабл. Не знаю, что, кстати. Я вызываюсь от дабл. Нет разницы, дабл сконвертировать в Intel или во флот. И то и другое, это стандартная конверсия, неравнозначная. Значит, это не однозначность при перегрузке. Мне нужно выбрать либо ту версию, либо другую. Это не однозначная перегрузка ЦЕ. До проверки приватности дело не доходит. Проверка приватности делается уже после того, как вы выбрали версию. До того, как вы выбрали версию, вам надо решить, какая конверсия предпочтительнее. Но никакая не предпочтительнее, поэтому CE. Ну а для целых тебя не смущает много типов? Чтобы с разной точностью кодировать. Ну в общем я вас не обманул, оба раза CE. Да, вообще есть такая идея, вот смотрите, есть очень много языков программирования. Давайте создадим единый универсальный язык программирования. Спустя 10 лет теперь у нас существует n плюс 1 разных языков программирования. Так оно и бывает просто. Так, ну ладно, это все про приватность. Давайте теперь наконец поговорим про конструкторы. К сожалению... Следующий параграф называется конструкторы. Конструкторы и деструкторы. Он будет называться, но мы сначала начнем говорить про конструкторы. Итак, вот мы поговорили с вами про структуры класса, поговорили про методы. Приватность, публичность. Давайте теперь поговорим про такие особые методы конструкторы и деструкторы. Конструктор, кстати, часто сокращенно обозначен, так называют C-тор, а деструктор D-тор. Вот если где-нибудь увидите такие сокращения, не удивляйтесь. Хорошо, ну вот, допустим, у меня есть класс C. Не нравится мне такое название. Давайте я какой-нибудь интеллектуальный класс, какой-нибудь полезный плюс-минус класс заведу. Давайте, например, я заведу класс комплексных чисел. Класс комплексных чисел у меня будет два поля. Вещественная часть и мнимая часть. По умолчанию равные вот этому. Вот. Мне бы хотелось зачастую, чтобы объекты моего класса можно было создавать от набора параметров. Причем не обязательно от набора, скажем так, не обязательно перечислением полей задавать эти параметры. А, ну, допустим, я могу передать какой-нибудь специальный параметр, благодаря которому значение полей как-то вычислится. То есть я не обязательно, создавая класс, хочу прям задать ему значение полей. Я, может быть, хочу задать что-то, вот, какое-то число, да, и поля сами как-то поймут, чему им надо быть равно. Вот. Ну, чтобы создать объект класса от каких-то параметров, можно определить в классе специальные методы, которые называются конструкторы. И пишутся они так. Это метод, у которого нет возвращаемого значения. Название метода совпадает с названием класса. И дальше я перечисляю аргументы, которые надо передать в конструктор. Например, вот так я могу это написать. Ну, вот я, например, могу сделать конструктор от одного параметра. Я специально пока сделал, чтобы название параметра не совпало с названием поля. И, допустим, в этом конструкторе я могу написать, что вот мое поле, оно должно проинциализироваться тем, что я передал. А вот эта вот мнимая часть останется по умолчанию нулем. Тогда, если у меня есть такой конструктор, я могу объявлять объекты моего класса. Ну, я могу, во-первых, вот так их объявлять. То есть я могу делать так называемую direct initialization, прямую инициализацию, когда я просто говорю объект от чего. Я могу говорить и вот так тоже. Вот, я могу инициализировать value initialization, это, по-моему, называется, когда я беру переменную и инициализирую ее с помощью знака равно. Напоминаю в очередной раз, что это не присваивание, это вызов конструктора. Вот, и в том и в другом случае сделается одно и то же, вызовется этот конструктор просто из разный синтаксис. И могу и так даже писать, комплекс, не знаю, c3 от 7.0. Это все будет означать одно и то же. Это значит вызов конструктора от одного аргумента. От этих как называется? А это называется... Слушайте, давайте я лучше не буду... Как? Чего равно? Можно написать равно и фигурами сколько перечислить аргументы конструктора? Да, можно и так написать, кстати. Я не помню, я не помню, как называется, к стыду своему, я не помню, как называется, какая инициализация. Давайте я лучше не буду вас обманывать. Просто я перечислю, вот, разные способы создать объект. И я вам скину гифку, возможно, в перерыве. Знаете, есть такая гифка под названием C++ is very... Забыл. Ну, в общем, богат возможностями. Есть value-инициализация, static-инициализация, constant-инициализация, uniform-инициализация, aggregate-инициализация, list-инициализация, direct-инициализация, анициализация, order-фиаско, dynamic-инициализация и так далее. Короче, там, вы поймете, что на самом деле инициализация объектов C++ это отдельная тема, можно на эту тему целую лекцию прочитать. Однажды на какой-то конференции по C++ была лекция, которая называлась «Как правильно объявить константу». Лекция на полтора часа. Вот. И там были целые разные... В общем, это была содержательная лекция. Короче, есть много способов создать объект. И все они будут работать одинаково, если мы так напишем. Мы впоследствии поговорим о разнице между ними. Но пока давайте просто запомним, что есть такие способы. Вот. Ну, давайте скажу по порядку. Что здесь можно бы улучшить? Например, вот я специально сделал, чтобы это лишних вопросов не вызывало, чтобы имя аргумента не совпадало с именем поля. Но я мог бы сделать, чтобы оно совпадало с именем поля. И тогда я бы мог, например, вот так написать. Да? Ну, это нормально. У меня поле называется так же, как локальная переменная. И я просто через виз обращаюсь к полю. Вот. Но на самом деле, что это, что то, что я раньше написал, это очень плохой код-стайл. И вот это... Вот сейчас все внимательно меня послушайте, пожалуйста. Я просто вот... У всех у вас, вот у кого я увидел код стринга или каких-то там... У всех вот именно это надо исправить в коде. Вот всем, кто будет писать ООП-шный код, в первую очередь надо будет исправить это вот на код-ревью. Я гарантирую. Просто вот все поголовно делают не так. Когда вы создаете конструктор, вам не надо присваивать поля. Вам надо их сразу проинициализировать перед входом. Вот я так пишу, и это на самом деле плохой код-стайл, потому что я на самом деле, когда так делаю, я изначально создаю поле, инициализируя его нулем, а потом делаю ему присваивание. Это неправильно. Я могу сразу перед входом в конструктор сказать, чем проинициализировать поле. Вот есть разница между вот таким и инициализацией перед входом в конструктор. Инициализация перед входом в конструктор делается так. И это называется member initializer list. Я могу после сигнатуры конструктора поставить двоеточие и перечислить, чем проинициализировать поля перед входом в тело конструктора. В данном примере нет разницы. С точки зрения выполнения нет разницы в данном примере, потому что формально компилятор должен был бы сначала проинициализировать ре нулем, а потом присвоить ему новое число, лишняя одна операция. Но если вы скомпилируете минус O хоть сколько-нибудь, компилятор соптимизирует. Но если у вас поле, это само по себе сложный объект, например, если у вас поле имеет тип std-string или st-vector, или какое-нибудь поле типа такого, что его создание нетривиально, у которого у самого нетривиальный конструктор, тогда есть разница. Потому что в первом случае вы сначала создадите этот объект по умолчанию, вызвав его конструктор по умолчанию, а потом сделаете присваивание. Вы сделаете два вызова функции над этим объектом вместо одной. Если у вас поля сами по себе тяжеловесные объекты, то это играет важную... ну разница велика. Сделать сначала инициализацию нулем, потом присваивание, или сразу сделать инициализацию, чем надо. Не-не, вопрос в следующем. Вот если мы в телеклассе пишем int x равно bt, потом в конструкторе пишем вот через memory initialize list... А, ты имеешь в виду... нет, нет, если у тебя в memory initialize list написано, ноль не будет ничего сделано. Вот это проигнорируется. Да, именно. Если у тебя в списке инициализации полей написано, чем проинициализировать, то сразу будет проинициализировано этим, а это проигнорируется. Вот эта запись, она на случай, если ты не сказал, чем проинициализировать. Вот. И в этом и суть, что чтобы не инициализировать сначала этим умолчательным значением, а потом присваивать, специально придуманы вот эти списки, чтобы вы перед еще входом в конструктор сразу, чтобы эта вот переменная re стала равна, чему надо, а не нулю, а потом ей что-то присвоилось. Очень прошу вас так писать, сразу приучаться, потому что всех будем зарубать на re и заставлять переделывать. При такой инициализации, но обязательно, чтобы real не совпадал с real? Вот. Отличный вопрос. И при такой инициализации даже не обязательно, чтобы они не совпадали. Вы можете запросто назвать аргумент конструктора так же, как поле, и это однозначно распарсится. Ну, потому что это реально однозначно парсится у вас. То, что, ну, вот это парсится, берется из области видимости вашей локальной уже. Ой, нет, вот это, наоборот, берется из области видимости класс, scope, а это берется из локальной области. Вот. Ну вот, я могу сделать много конструкторов. Могу сделать еще конструктора двух аргументов. Так, что-то я мем напишу. Мем. Мем. Так. Ну вот, я могу сделать дабл. И написать так. Обязательно нужно тело конструктора. Вот, пустые фигурные скобки означают, что в теле конструктора я ничего не делаю, потому что все, что мне надо, я уже сделал. А нельзя вот так сделать. Нельзя точку запятой поставить здесь. Тело обязательно должно быть. Можно конструкторы, как и любые другие методы, объявить в классе, определить вне него. Но тогда и список инициализаций надо там же. Список инициализаций – это часть определения конструктора уже. То есть я могу сказать, ну, я могу сказать, комплекс от double-re, точка запятой, а потом вне класса написать комплекс, двоеточие, двоеточие, комплекс от чего-нибудь там. И вот тут уже написать двоеточие, там, re от re. А здесь ничего этого не писать и поставить точку запятой. Так я тоже могу сделать, разницы не будет. Вот. Зачем конструкторы определять вне класса? Затем же зачем и любые методы определять вне класса? Почти всегда так и делается. Потому что не один... Потому что если ты будешь методы определять внутри класса, то когда ты будешь инклудить этот файл несколько раз, у тебя может произойти redefinition. Вот. Принято объявлять методы в ашнике в заголовочном файле, а определять методы в cpp-шнике в файле с исходным кодом. Если только это не шаблонные классы, про шаблонные классы там все сложно, отдельно поговорим. Вот. Какой здесь код-стайм вопрос? Где именно? В мемброшной... Ну вот как я написал, такой код-стайм. Какой именно вопрос? Можно ли проделать перед двоизочием? Нет. И норм ли писать одинаковые имена? Да, нормально. Одинаковые имена вполне нормально. Окей. Вот. Есть, кстати, еще один момент важный. Такой. Допустим, я решил вот так сделать. Вот в контест у вас такой код не зайдет. Потому что это ворнинг. И это... Вот то, что я сейчас сделал, нарушение порядка инициализации полей, это довольно потенциально опасная ситуация. Опять-таки, в случае, когда мои поля это просто числа, конечно же, нет разницы. Но в случае, когда мои поля это какие-то сложные объекты, или мои поля это вообще, например, какие-нибудь указатели или ссылки, причем одни ссылаются на другие, то может быть принципиально важно, в каком порядке они инициализируются. Если у вас поле является ссылкой, например, причем эта ссылка зависит от того, каким было другое поле, то от того, в каком порядке вы создадите, вы инициализируете поля, много чего зависит. Так вот, поля инициализируются всегда в том порядке, в котором они объявлены. Это правило стандарта, которое надо запомнить. Независимо от того, в каком порядке я перечистил поля в списке инициализации, в реальности компилятор обязан создавать эти поля и инициализировать их в том порядке, в котором они в классе перечислены. Но если вы в списке инициализации перечисляете их в другом порядке, это создает путаницу, потому что человек, читающий ваш код, интуитивно начинает думать, что именно в таком порядке они и создаются. Но на самом деле они будут создаваться не в этом порядке. Поэтому все прилежные компиляторы на такое кидают ворнинг со словами реордер, ну, такое-то поле will be initialized after. Вот, я это сейчас давайте скомпилирую. Тут же скорее последовательность, потому что у нас, например, только и от им конструктор, то он же... Конструкторы все мои приватные. Сейчас, чего? А если у вас конструктор только от им, то сначала ре проинициализируется нулем, потом им проинициализируется тем, чем вы написали. Ну, нет, я думаю, не будет. Но это уже вопрос какой-то на знание особенностей компилятора. Да, ну вот G++ мне компилирует, это нормально. Но вот если я добавлю минус стена, то вот такой ворнинг, минус вориордер. Вы, наверное, его встретите в своей жизни парочку раз, как минимум. А что он поругался? Что я неправильном порядке перечислил поля. Сколько ты делаешь? Ну, вот здесь. А можно сделать только от им, и только от им надо задать. Чего? Можно сделать конструктор только от им. Можно, и все будет нормально. Ну, я не хочу делать, потому что не хочу время тратить. Ну, так можно. Так должно быть. Ну, может, будет ворнинг, я не знаю. Но я вот точно знаю, что будет ворнинг вот в таком случае. И так лучше не писать, просто хоть ставить плохо. По стандарту ни то, ни другое не ошибка. Просто будет неинтуитивное поведение. Вот. Ну, хорошо. Что дальше? Помните, я говорил, что есть такая штука, агрегатная инициализация. Кто помнит, что такое агрегатная инициализация? Да, если у меня есть какая-то структура с публичными полями, то в ней можно сделать... То можно никаких конструкторов в ней не объявлять, а просто сделать агрегатную инициализацию полей. Там SS в скобочках 1, 2 в фигурных скобочках. Вот это агрегатная инициализация. Работает, если поля публичные. Если у вас есть хоть один конструктор, то агрегатная инициализация перестает работать, и фигурные скобочки уже будут означать вызов конструктора. То есть вот даже если бы у меня сейчас все поля были публичные, то вот такая запись, что я написал в комплекс, что-то там в фигурных скобочках, не знаю, 1, 2, это не будет агрегатная инициализация, это будет вызов конструктора. Потому что если хоть один конструктор вами объявлен, то все. Неважно, какие вы дальше скобочки, это будет вызов конструктора от этих аргументов, а не агрегатная инициализация. Это тоже добавляет путаницы и без того в прекрасный язык с плюс плюс. Вот. А самое интересное, самая прелесть просто... Ну а, мякотка. Это так называемые инициализер-листы. Только не путайте их с мембор инициализер-листами. Есть мембор инициализер-лист, а есть просто инициализер-лист. Вот как вы думаете, когда вы пишете std-вектор, там int v равно 1, 2, 3, 4, 5. Это как работает? Ну это явно не мембор инициализер-лист. А какой конструктор вызывается? Ну вы же можете вектор от любого количества аргументов создать. Ну не написано же там конструктор для любого количества... Там же, ну там должен быть какой-то конструктор, который принимает нечто, что может хранить в себе любое количество аргументов. Да, но на самом деле там есть конструктор от так называемого std-инициализер-листа. Как мы любим, у нас мало того, что коллизия названий, так еще и коллизия обозначений. То есть у нас фигурные скобочки могут означать на самом деле одно из трех. Они могут означать агрегатную инициализацию, могут означать обычный вызыв конструктора, а могут означать initializer-лист. Только initializer-лист бывает std-initializer-лист, а бывает member initializer-лист, их тоже надо не путать. Что такое std-initializer-лист? Ну, на примере комплекса это, наверное, неудобно показывать. Давайте на каком-нибудь другом примере это покажу. На примере какого бы класса вам показать initializer-лист. Слушайте, даже не знаю. На примере std-string. Ну... Не, на самом деле я сейчас вам сильно помогу, потому что я в какой-то момент начну таки реализовывать std-string прямо на лекции, да, вот прямо сегодня. Потому что многие вещи, которые мы обсудим, они будут связаны с std-string напрямую. Ну да ладно, ну... Ну, не знаю, там... Какой-нибудь... n-мерный вектор. Ну, блин, вектор. Короче. Ну вот у меня, допустим, есть... Класс... Матрица 3. Ну, матрица это слишком сложно. Давайте я скажу класс array. Вот. Ну, array, массив, and off. Вот, и допустим, я тут хочу... Да, массив, причем в динамической памяти, допустим, я буду выделять, потому что непонятно, как в compile-time размер... Да, господи, вектор. Давайте я его назову вектор, потому что, по сути, это вектор и есть. Что делает вектор? Он в runtime выделяет вам массив динамический. Количество элементов, в котором вот сколько вы передали. Вот, и как будет выглядеть его конструктор Ну, какие поля у него? У него есть поле Там, in, звездочка Вот этот самый массив Указатель на Вот это место в динамической памяти Где этот массив лежит, да А еще есть поле Size t, вот его размер И size t, его capacity Это сколько он выделил Под сколько элементов у него выделена память И сколько элементов в нем реально лежит Я вам несколько раз уже говорил, на самом деле Какие поля у вектора И у строки, на самом деле, такие же поля Вот, только там не in, звездочка, а чар звездочка Ну, а в векторе не in, звездочка, а t звездочка Где t шаблонный произвольный тип Но пока мы шаблонов не проходили Я вам просто так напишу Вот, допустим, вектор in top мы определяем Как будет выглядеть конструктор Конструктор Ну, бывают разные конструкторы Бывает конструктор по умолчанию Который просто все заполняет нулями Ну, по умолчанию эта штука на lptr И это ноль, и это ноль Значит, и вектор по умолчанию просто ничего не делает То есть, конструктор от нулевого количества аргументов Просто ничего не делает Это называется default constructor, кстати Конструктор по умолчанию Это когда вы просто написали вектор вей Не проинициализировали ничем Можно, но это мы чуть попозже обсудим Вот, если у меня есть конструктор без аргументов Он называется дефолтный конструктор То, когда я вот так пишу просто Объявляю объект такого типа Не пишу никакой инициализации То происходит дефолтная инициализация Вот это называется default initialization То есть, то же самое, что если мы в CVS взяли скобочек Да, то же самое Но дефолт инициализация работает по-разному Для классовых типов и для примитивных типов Вот если я для int или для double так напишу То, как вы помните, у него будет рандомное значение И обращаться к нему это ub А вот если я для классового типа так напишу То это не ub Просто вызваться конструктор по умолчанию Дефолтный конструктор Хотя, если при этом у него поля какие-то Не проинициализированы, примитивных типов То обращение к нему это тоже ub Вот Ну вот Ну хорошо Ну вот я могу сделать конструктор От От чего я могу сделать конструктор Знаете, что мне хочется сделать Мне хочется все-таки перестать обманывать вас и себя И сказать, что на самом деле мы строку реализовываем сейчас Ну просто потому что Да, просто потому что на примере строки Это будет наиболее наглядно А по сути строка так же устроена как вектор Просто у нее непроизвольный тип от чар Вот От каких еще параметров мы хотим уметь строку создавать? Ну например, от числа и какого-то символа Да? Вот если я создаю строку от числа и символа То что надо сделать? Надо Поля инициализировать в том порядке, в котором они объявлены Поэтому сначала мне нужно r чем-то проинциализировать Чем? Да, r мне надо проинциализировать вот таким выражением New char Сколько? n плюс 1 на самом деле Потому что мне надо, чтобы в конце еще лежал нультерминатор Дальше СЗ чем проинициализировать? Ну n СЗ и КЭП проинициализировать числом n Ну КПС Че? Ни разу КПС не отписывается Мы еще нультерминатор Нет, КПС и САЙС, они без учета нультерминатора считаются Считаются СИТАЯТАО ЗАРИТАОСЯТАО Чего? Нет по-моему Нет САЙС 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 вот Не должен зависеть от реализации Ну КПС это может и зависеть от реализации Но САЙС Не должен зависеть САЙС это н Ну хорошо КПС может зависеть Но на самом деле Надо не сбывать Будем перекопирования делать Ну хорошо давайте n плюс один напишем так вот мы написали такой конструктор но мы на самом деле его не закончили писать потому что нам нужно кое-что сделать нам недостаточно поля проинициализировать а что надо сделать еще да вот смотрите это важный момент я что-то правда перескакиваю с темы на тему я обещал про initializer list рассказать рассказываю про нетривиальный ну ничего сейчас initializer list я тоже покажу вот сейчас мы написали с вами некоторый конструктор который уже не является тривиальным тривиальным в том смысле что его роли лишь заполнить поля вот у меня в классе string конструктор от числа и символа у него не пустое тело должно быть потому что заполнить просто поля мало надо заполнить еще вот после память выделили ее чем-то заполнить как мне заполнить эту память чем бы то ни было да ну можно значит есть разные способы ну во первых можно в тупую фориком пробежаться и заполнить можно можно использовать функцию mem set из сишной библиотеки по моему она в заголовочном файле что такое нетривиальные символы mem set вообще как раз без разницы какими символами заполнять вот у меня в стандартной библиотеке языка c есть функция mem set которая о спасибо мне даже подсказали порядок аргументов я только хотел сказать что я опять забыл которая принимает указатель ар дальше чем заполнить почему им почему им странно непонятно ну наверное c и n то есть ну надо носить переференс уточнить порядок аргументов там их значений но смысл в том что заполняет n байт начиная с указателя r значением c то есть если у нас было бы in звездочка то мы уже не особо можем так написать а в чем является in звездочка ну в смысле нам придется ну если in звездочка то у нас должна быть у нас будет конвей вот mem set кстати mem set принимает смотрите он принимает ввод звездочку для mem set неважно указатель на что у вас вот это как раз пример когда нужна ввод звездочка помните я вам говорил что ввод звездочка это указатель непонятно на что и иногда он бывает нужен в работе с низкоуровневыми сишными функциями работы с памятью вот это тот самый пример неважно на что указатель там int или char лежит под ним неважно к ввод звездочке он неявно сконвертируется и заполнится n байт начиная с него с значением c да он заполнит значением c вот я не понимаю почему мне правда предсказывает что int c а ну может быть может быть да может и так то есть 5 умножить на 4 плюс 5 чего? чего ты хочешь сказать? в смысле mem set он же идет по байтам да вот int занимает 4 байта ну? то есть если мы напишем что-то вида ну вот пусть у нас v это int звездочка если мы напишем mem set v5n то он заполнит первые n на 4 элемента как c это значение да значение байта давайте так я не знаю версии функции mem set кроме той которую я сейчас использовал я знаю только версию которая берет указательно произвольно что и заполняет просто n байт значением c каждый байт все вот я не знаю других версий может быть есть другие посмотрите на себе reference я вот знаю что есть такая функция и она делает то что я сказал вот а можно std fill из алгоритм ну есть разные варианты да значит st fill как этим пользоваться ну я беру указатель на начало указатель на конец r плюс c z и опять таки значение c на самом деле использовать mem set и st fill это почти равнозначно я бы сказал это вообще равнозначно потому что они одинаково работают для мы говорим про стройки мы говорим про примитивные типы да мы говорим про вот нашу конкретную задачу заполнить n байт значением c ну заполняет st fill он оптимизирован и он делает это умно как и mem set я думаю ну по крайней мере std copy так сделано вот давайте вот что поймем есть разница вот между mem set и между st fill нет разницы они одинаково эффективно будут работать а вот если вы цикл напишите for и от нуля до n это будет плохо работать медленно знаете почему потому что когда вы делаете цикл от нуля до n вы по одному байту вы делаете по одной операции на каждый байт mem set и st fill умеют делать по одной операции на каждое машинное слово то есть процессору не приходится на каждый байт делать отдельную инструкцию он умеет кусками ну он умеет 8-байтными допустим кусками сразу с 8-байтными ячейками работать и mem set так оптимизирован что сразу за ход вы с 8-байтной ячейкой что-то делаете заполняете ее сразу 8-байт за одну инструкцию поэтому это может работать там 8 раз быстрее можно в качестве упражнения зайти на got bolt значит упражнение для неленивого слушателя зайти на got bolt и сравнить ассемблерный код если вы foric проинициализируете массив и если вы mem set сделаете или st fill вот я утверждаю что в mem set из st fill должно быть меньше гораздо действий суммарно чем если руками проинициализировать в общем я оставлю mem set наверное ну так мне не знаю больше нравится почему то эстетически все это мы написали пример нетривиального конструктора нетривиального конструктора у которого тело что-то содержит а не только список инициализации полей так вот наконец-то я вам расскажу сейчас про нишалайзер листы которые не member нишалайзер листы допустим я хочу чтобы мои строки можно было создавать так я хочу чтобы мою строку можно было создать так string s и тут написать там a b c d и так далее тогда я могу создать конструктор от чего бы вы думали std и нишалайзер лист что-то мне не подсказывает даже и нишалайзер лист с шаблонным параметром что с шаблонным параметром char так лист давайте его назову а в c получается нельзя так делать? конечно же в c так нельзя делать потому что там более того так нельзя делать в c плюс плюс до 11 вот эти вот std и нишалайзер листы появились в c плюс плюс 11 только и как это иногда бывает не скажу что часто но иногда бывает комитет хотел как лучше а получилось не очень потому что с добавлением этих std и нишалайзер листов произошла такая боль в общем путаница страшная начиная с c плюс плюс 11 из-за того что добавили вот эти нишалайзер листы фигурных скобочек путаница страшная когда вы пишете эти фигурные скобочки что это означает невозможно понять никогда и перегрузка конструкторов когда у вас есть конструктор стд и нишалайзер листа начинает работать очень странным образом вот но давайте сначала я не забывал как все таки мне сделать этот и нишалайзер лист как им воспользоваться ну мне надо опять проинициализировать чемтом массив че вообщем умеет и нишалайзер лист он умеет у него есть или нoku как и у контейнеров вот и и я могу а что я могу делать я если честно не помню даже могу ли я обращаться к нему квадратными скобочками, но это не важно, потому что мне это не нужно будет. Мне достаточно будет сделать std-copy. Ну, то есть, смотрите, я что делаю? Я массив свой инициализирую new char list.size метод size у него тоже есть. Дальше cz я инициализирую тем же самым list.size а cap я инициализирую. Кстати, смотрите, у меня код в одну строчку не уменьшается. Что же мне делать? Как правильно перенести на другую строку? Я рекомендую переносить так. Если у вас длинный список инициализации, то переносите его, начиная с двоеточия, с двойным отступом причем. А потом, когда начнете тело, будете его писать сединарным отступом. А еще есть такой классный совет. Если вы переносите длинный список инициализации, то переносите не запятую, не оставляйте в конце предыдущей строки, а переносите в начало следующей. Это такая нетривиальная мысль, которая на самом деле делает написание кода удобнее. Потому что когда вы добавляете новый, если вам потребуется добавить новый элемент в список, вам не нужно редактировать вот это вот, стирать оттуда запятую. Сезе плюс один. Да, сезе плюс один. А вам достаточно просто дописать новый элемент, стартовав с запятой. В общем, короче, вот если вы почитаете какой-нибудь продакшн-код, не знаю, это уже Яндекса, вы там часто увидите такое просто. Удобно, и это, кстати, не только в плюсах, в питоне тоже так часто делают. Удобно запятую переносить в начало новой строки, когда вам нужно длинный список, перемести на много строк. Ну вот, а дальше я открываю фигурную скобку и тело конструктора уже пишу с обычным отступом. Таким образом, Vim, конечно, у меня не умеет в отступы, но таким образом становится понятно, где кончается список инициализации, начинается тело. А что мне надо сделать в теле? Ну, мне надо сделать стд-копия. Вот. И стд-копия откуда-куда. Но мне нужно передать ему указатель и литератор на начало, указатель и литератор на конец и указатель, куда писать. Ну вот, в случае с шарлайзер-листом я могу просто сказать лист-бегин, лист-энд и ар. И все. Мне даже не нужно выяснять, как там инициализер-лист внутри устроен. Да. Под капотом там типа просто, скорее всего, что-то в стиле обычного списка? Вот. Под капот что такое обычный список? Где используются какие-то вещи, потому что есть просто списки и двусвязанные? Нет, конечно, никакой там недвусвязанный список. На самом деле инициализер-лист это штука, которая кажется даже не которую кажется нельзя реализовать самостоятельно. эта штука реализованная компилятором захардкоженная. То есть ну просто в сам язык было добавлено правило, что вот такие конструкции фигурные скобочки с перечислениями через запятую имеют вот такой тип. А что такое этот тип это сложно сказать и его реализации я никогда не видел и мне кажется, что ее не получится найти. ее не получится там на плюсах написать. Я могу ошибаться, но кажется, что этот тип просто захардкоженный. То есть он просто вот прям компилятор вот сам как-то в своем внутреннем представлении захардкодит, захардкодил, что инициализер-лист значит это и что обращение к вот таким метам инициализер-листа значит это. Вот. Заметьте, кстати, что я инициализер-лист принял по значению а не по ссылке потому что про инициализер-лист мне гарантируется, что это легкий тип и его копирование тривиально. Ну, то есть его копирование не приводит к поэлементному копированию всего. Инициализер-лист такая легковесная обертка, чтобы мне просто вот иметь удобный интерфейс для работы вот с такими списками значений. Это просто захардкоженная такая штука в языке. Начинаешь и плюсуй с 11. Вот. А там лист сайс плюс один нет. А, да. Вот здесь лист сайс плюс один надо написать. Чего хотим проставить? Чего руками поставить нуль терминатор. А, да, вы меня, конечно, вы очень правильно сказали. Надо проставить руками нуль терминатор в конец. И здесь то же самое. потому что по умолчанию там не гарантируется, что нулями память проинициализирована. Хотя можно, напоминаю, можно было бы написать вот так, вот так, и тогда бы память была проинициализирована нулями изначально. Ну, да, нулями. Ну, не символами с кодом 48 же. Нулями. Вот. А в чем путаница заключается в том, чего-чего? В чем путаница заключается? Путаница заключается в том, вот был у меня конструктор от двух аргументов, а еще есть конструктор от initializer листа. Вот я пишу string s s2 допустим от 2 запятая a. Это что за конструктор? Как вы думаете? напоминаю, у меня есть конструктор от числа и символа, а есть конструктор? Вот это какой будет конструктор? А вот по-моему от initializer листа. Давайте проверим. Это же x с космой счастья. Ну, давайте я старым дедовским методом просто здесь выведу 2, здесь выведу 1 и пойму, какой конструктор вызвался. Че? Я вектор не удалил. да, разумеется, конструкторы могут быть приватными, как и любые другие методы, это никто не запрещает. 2 и в первом и в первом и втором случае двойка. То есть после того, как я определил конструктор от initializer листа, вот такой вызов конструктора это уже попадание в конструктор от initializer листа. Хотя, казалось бы, надо сделать конверсию в чар. Ну, понятно, что если в фигурных скобочках 2 чара перечислить, но это еще можно оправдать как-то. Но вот это как оправдать непонятно. Тем не менее, вот комитет после долгих совещаний в 2011 году понял, что правила должны быть такие. Правило следующее. Если у вас есть хоть один конструктор от initializer листа, то дальше, когда вы создаетесь от фигурных скобочек, в первую очередь рассматриваются конструкторы initializer листа, и только если ни один из них не подходит, рассматриваются остальные. Вот в чем подвох. То есть на самом деле, как я уже говорил, инициализация фигурными скобочками может означать три вещи. Это может означать инициализацию initializer листа, если есть такой конструктор, и в первую очередь попытается сделаться она. Если нет конструкторов подходящих, сделается какой-нибудь обычный конструктор, подберется. А если нет ни того, ни другого, то это будет означать агрегатную инициализацию. Вот вы пишете фигурные скобочки, а это может означать одно из трех вещей, и заранее трудно сказать, какую вещь это будет означать. Но если я напишу круглые скобочки, а не фигурные, то это уже будет обычный конструктор. Ой. Да господи. Если напишу круглые скобочки, то это уже будет обычный конструктор. И конструктор от initial anger листа не будет рассматриваться. Такие дела. Смотрите, в чем проблема с мемсетом. А я закрыл уже. Ну давай в перерыве тогда. Сейчас я пока еще порассказываю. так. Окей. Значит, у меня есть конструкторы. Я могу делать несколько разных конструкторов. Теперь смотрите. Вот давайте еще раз акцентирую на этом внимание, что вот эти два конструктора, которые я сейчас написал, они нетривиальны в том смысле, что они имеют какое-то непустое тело и что-то в теле делают. Вот правильно воспринимать тело конструктора как набор каких-то нетривиальных действий, которые надо совершить при создании объекта. Если ваш объект на самом деле создание вашего объекта требует просто инициализации полей и все, то у конструктора такого объекта никакого тела не должно быть, он пустое должно быть. Задумывайтесь об этом, когда вы пишете скод. Если у вас создание объекта требует лишь инициализации полей, то вам не нужно тело конструктора и вообще возможно вам не нужно самому конструктора писать. Они за вас сгенерируются компилятором нужные, если у вас некоторые условия выполнены. Часто люди зачем-то определяют кучу конструкторов на все возможные наборы аргументов и эти конструкторы они просто там делают что-то ничего не делают, просто поля инициализируют. Но вот если вы так делаете, то задумайтесь, может быть вам на самом деле проще определить какой-нибудь один конструктор, в котором будут все аргументы по умолчанию или вообще вам может быть публичные поля сделать и агрегатной инициализации будет достаточно. Конструкторы нужны не всегда. Конструкторы нужны, когда у вас какие-то нетривиальные действия для того, чтобы инициализировать объект. В случае строк это так, но в случае каких-то простых типов типа комплекс не факт, что конструкторы нужны. Проще сделать агрегатную инициализацию для комплекса. Еще, как я уже сказал, компилятор может генерировать конструкторы сам. вот если я не объявил конструктор по умолчанию, компилятор сгенерирует его сам. То есть, например, пока у меня не было ни одного конструктора, пока я не объявил ни одного конструктора для своего класса, я мог писать так, вот у меня в классе комплекс два поля, и у них есть значение по умолчанию. Я могу написать вот так, и это будет означать, что все поля принициализировались по умолчанию. При этом неявно создался как бы конструктор по умолчанию, который вызвался, но этот конструктор по умолчанию, он просто принициализировал поля по умолчанию и ничего не сделал больше. Вот это называется implicitly declared default конструктор неявно объявленный дефолтный конструктор. Если у вас в классе нет ни одного конструктора вами явно объявленного, то компилятор неявно за вас как бы объявит конструктор по умолчанию, и он просто будет инститизировать все поля значения по умолчанию, ничего больше не делать. Если у вас в классе есть хоть один явно объявленный конструктор, то компилятор уже не будет генерировать за вас конструктор по умолчанию, то есть, например, написать вот так, я сейчас не могу, это будет ошибка компиляции. Вот у меня есть два конструктора string, явно объявленных и определенных. Если такое есть, то я не могу написать просто string s3 и ничего не написать. Это будет ошибка, потому что компилятор генерирует этот конструктор только при условии, что я своих не понаписал. Тем не менее, я могу попросить компилятор, сделать конструктор, неявно определить конструктор. Вот так. Я могу, имея какие-то нетривиальные конструкторы, попросить компилятор, тем не менее, доопределить за меня дефолтный конструктор, который просто проинциализирует все поля по умолчанию. И пишется это так. Я говорю string, круглые скобочки, равно дефолт. И это называется explicitly declared, implicitly defined дефолт конструктор. Значит, это явно объявленный, но не явно определенный дефолтный конструктор. Я явно попросил компилятор его определить, но компилятор его сам за меня определил. Он просто нециализирует все поля, тем, чем полагается. Действие было то же самое, но вот так писать предпочтительнее, потому что, когда вы так пишете, вы читающему код говорите, что ваш конструктор, ваш тип стандартным способом создается по умолчанию. Вот так. Когда вы говорите равно дефолт, это как, знаете, дзен питона. Явное лучше, чем неявное. Вы явно говорите, что ваш конструктор такой, каким бы его сделал компилятор, если бы вы ничего не написали. Вот написать равно дефолт лучше, чем самому написать, что должно произойти. Потому что равно дефолт вы просто говорите, значит, сразу говорите читающему код, что ваш тип конструируется так, как компилятор бы его сконструировал по умолчанию. Вот. Равно дефолт можно писать не только для конструктора по умолчанию, можно писать еще для некоторых других вещей, но мы сейчас на второй части обсудим. Ну, наверное, давайте перерыв сделаем. Я вроде более-менее про конструкторы рассказал, сейчас про деструкторы еще поговорим. Давайте перерыв, короче.